Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин, лес, Арсений. На часах 2 октября 2021, температура порядка 8 градусов выше нуля, мы идем в лес. Для чего? Чтобы разбить кемпинг, посетить озеро Болото, ну и провести ночь, соответственно, в лесу, отдаляясь от цивилизации, такая мини-медитация получается. Плюс, галочка, идем на свое место, как традиция, каждый год посещать. Короче, ребята, не переключайтесь, как всегда работаем. Вашему взору предоставляется кладбище домашних животных, то бишь то место, которое отправляет данную землю, и местные дикие животные могут легко из-за этого болеть. Вот так мы, люди, развлекаемся. Миленько. Что скажете? Автор сценария Стивен Кинг. Добрались бы, добрались бы, добрались мы до нашего места. Палатку разложили, Арсений раскладывает вещи из рюкзака. А у меня физкультура, накачать матрас. Наши соседи, на время. Сейчас в планах палатку поставили, матрас надуем, все вещи уберем, перекусим и пойдем бродить вокруг озера по лесу. Скорее всего, вот, в те места, в те края. Ну и как всегда, ребят, работаем. Арсений, а что мы тут делаем? Да вот, едим. Это самый натуральный лесной обед. Вот кто в лесу так не обедает, тут ничего не понимает. Наши соседи уехали, теперь можно орать. Произошла первая травма. Угадайте как? Просто закрывал походный нож, и он ударил меня по пальцу. Зашибись мы вообще выживем здесь просто на раз и два. Сейчас клещ нападет, вообще взорвусь нахер, видимо. С последнего нашего визита здесь немножечко поменялось то, что добавили такую сидушку-столик. Вот здесь наши соседи что-то там коптили. Видно, что место преображается в том плане, мусора почти нет, люди начали включать голову, и здесь приезжать теперь хорошо. Когда мы приехали первый раз, это был, если я не ошибаюсь, 13-й год что ли, если что, я тут ставку ставлю, когда это было. Тут мусора было просто гора. Сейчас нет, сейчас нормально, сейчас чисто, можно приезжать отдыхать. Семьё, не семьё, и одному, не одному. Озеро ушло. Вот здесь раньше была вода, сейчас её нет. Озеро уходит, озеро умельчает, там где-то уточки плавают. Вот, может быть, сейчас зацепим кого-нибудь, может и нет. И такие виды. Ну и наша полянка, соответственно. Как мы её облюбовали несколько лет назад, так мы сюда и возвращаемся. И самое главное, всегда остаёмся здесь. Не было ни разу, чтобы мы приезжали, здесь кто-то был и нас отсюда гнал. Это наше место. Сейчас поедим, потому что наши бичи уже почти заварились. И пойдём, как я и говорил ранее, по лесу. В какую сторону, я думаю, ну, выберем сейчас в процессе. Может, озеро будем обходить, может, до болота, может, ещё куда. На улице прохладненько, свежо, потому что нет солнца. Но при этом нет и ветра, соответственно, более-менее комфортно. Когда будем разжигать огонь, костёрчик для мяса, я думаю, будет вообще тепло. Работаем. Потаскали деревья, разожгли два костра. Вот этот при помощи розжига, вот тот без розжига. Честный и нечестный. Так это должно работать, даже при условии цивилизации. Отдыхаем. Палатка. Арсений. Огонь. Природа. Традиционные игрищи в лесу. Вот так вот. Подписывайся на канал. Вот так теперь выглядит наш лагерь. Потому что уходим в лес. Немножечко утеплились и уходим в лес. Лишнее убрали в палатку, дабы не привлекать внимание. Жуков, пауков и людей, которые здесь проезжают в поисках грибов. И сейчас пойдём смотреть на существование болота, которое здесь когда-то было. Есть подозрения, которые Арсений выдвинул. То, что с учётом того, что озеро отошло, возможно и болото высохло. Но вот у меня теория, что озеро отошло из-за того, что может быть подземный какой-нибудь ручьёк очередной просто умер. Посмотрим, Хернер знает. Может и болото с этим тоже связано, умерло. Ну, вы поняли, да, мысль? Ну, камон, ну, как, короче. Лес слишком кислорода насыщенный, поэтому мысли путаются. Ну и как всегда работаем, ребят, работаем. Короче, у нас здесь вопросы. Арсений, озвучите. Ну, короче, по карте покой какой. Направо тропа идёт, куда-то СНТ Русь. А налево, вот как раз, ещё будет разветвление. Дальше к озеру, а направо, обходная, через всё озеро очень долгий путь. Ну, короче, надо тут вперёд, мне кажется, и так мы в озеро и воткнёмся. Ну, а если мы вот туда пойдём? СНТ Русь. Это что такое? Какой-то посёлок соседский, со строителями как раз. Ну, давай тогда сначала туда, а потом можно будет развернуться и в лес углубиться. В какой лес? Ну, в любой лес. Там есть рядом лес? Потому что мы, в принципе, прошли поворот вон там. Ну, блин, вот мы типа вот здесь сейчас. Вот мы так пойдём-пойдём, будет дорога направо. Долгая, обходная, вокруг озера. А, ну и около болота. Да. И мы можем чуть вперёд пройти и попробовать как-нибудь вот здесь. Можем по ней вот сюда пройти. Давай тогда по дороге вправо, там посмотрим на развилку, если что. Либо к болоту, либо в чащу, если там будет чаще. Хотя, я так понимаю, по карте её там не будет. Тут везде вот такое, короче, мелкое лесье. Ну, окей, решим. Шли мы, шли, шли. Дошли до развилки. Дошли до начала озера и там, где начинаются остановки. Там у кого-то вообще вечеринка какая-то, музыка играет. Мы решили озеро не обходить. И, короче, вот оно, болото. Ну, вот мы пришли. Это не лес. И что, спускаться и постараться по нему пройти? Блин, у меня вообще идей какая есть. Какая идея? Ну, надо посмотреть просто сверху. Надо тут взлететь. Тебе подбросить? Посмотреть, что-то как. Да я бы думал, скарабкаться хотя бы немножко. Потому что там, видишь, какие-то прорези тёмные. Может, это вода или что это такое? Видишь там? Нет, это не похоже на воду. Это, ну, это не камыш, это колос. Это колос так лежит. Это не вода. Ну, это видно. Это не вода. Я, конечно, не 3 метра роста, но это понятно. Будешь залазить? Тут вот всё гнилое. Ну, так правильно. Не, ну, вот на эту сосну можно будет попробовать залезть. Только если. Но, хотя нет. Тут не. Вначале опорвётся. Ну, пойдём туда, спустимся, посмотрим. Слушай, мы же ходили здесь уже. Вот-вот-вот-вот. Где-то здесь походили. Только мы тогда плюнули, потому что было слишком много влаги. Сейчас, подержи камеру. Сейчас. Можно будет попробовать это. Нет, я не ёбну сейчас. Тут сучков нет, цеплят. Нет, я имею в виду. А ты перчь-то не взял? А? Перчь и не взял. Взял. Сейчас. Воды я не вижу. И то, что тёмное, ты говоришь, это просто небольшие прогалы. Ну, то есть, как бы, земля-то же неровная. Ну, а с чего им там просто так быть-то этим прогалом? Может, там глубо-лубоко, значит, вода, наверное. Ну, нет, там, скорее всего, просто опускается земля. Может быть, и чуть-чуть воды. Давай-давай, идём, посмотрим. Нам же никто не мешает дойти. Нет. Ну, троп тут нет вообще никаких. Троп тут вообще никаких нет. Есть стропа, вот. На, ну, это. Ну, может, на пару метров. Ну, давай посмотрим. Вот там вы можете наблюдать Арсений, который делает островок. Господа, мы в болоте. Вот так это всё выглядит. А вот здесь, скорее всего, псилосудиновые грибы растут. Потому что, вот видите они? Хотя, может, просто поганка. Или их специально выращивают, и мы нашли и плантацию. Вот так как-то и отдыхаем в лесу. Блеск! А вот здесь у нас яма. А вот здесь Арсений прокладывает широкий путь. Кстати, там были большие дыры из-под этого, от под ног. Прям где-то по щекотку. Да, это вряд ли из-под ног. Ну, там прям пощикывался. Я не говорю, что здесь кто-то утонул, но... Ходили здесь неаккуратно. А это стратегия, ребят, называется. И, кстати, действительно, чем больше площадь соприкосновения, тем сложнее вам утонуть в болоте или в песках и так далее. Учитесь, ребят, учитесь. Это трава новая. Блеск. Вот, видишь, как будто шаги идут. То есть, тут кто-то тоже ходил. Ну, скорее всего, лесники, не лесники, кто охотится, заседают. Вот. Так, в камышамик вытекнем, короче. Из камышей. Так, колею нашли. Ага. Прям до болота. На сапогах тут вообще можно было, кстати, нормально пройти. Ну, кстати, да. Вряд ли бы засосало. Давай, знаешь, давай сейчас это, перепрыгнем это, чуть-чуть пройдем. Арсений, бронепоезд. Что, все опять? Да. Хотя да, проваливаемся. Она тут и все заряжает. О, я прям чувствую запах болота. Без приятного. Серый пахнет. Не, нихуя, да? Да. Ну, что, видимо, все. Дальше. Я, я вижу, да? О, здрасте, болото. Ну, что, есть смысл дальше? Без сапогов. Без сапогов такой. Ну-ка, погоди. Ты вот здесь вот про это? Ой, здесь, слева. Ну-ка. Возьми палки. Сейчас. Вот типа островок. И нихуя. Бля, тоже сырой. Да, все. А там, значит, почта будет эта. Она, видимо, слишком сырая. Потому что она вроде бы как плотная. Ну, потому что это прям вот это. Бугарьки. Ну, видишь, она все. Пошла подзасасывать. Ну, здесь, да, еще. Ладно. Ну, здесь на ощупь. Ну, че. Короче, ребята, вот так вот мы сходили на болото. Кстати, действительно, болото. И действительно, можно засосать, если бездумно идти. И тут, я думаю, даже кататься не надо, потому что весь потом в грязи будешь и серой пахнуть. Отдыхайте на курортах России. На болотах. Открываем ООО болото. Прелесть. Ну, тут нормально. А здесь потому, что ты протоптал. Не знаю, что он там заснимет, не заснимет. Тут вообще тоже везде ямы. Вот так вот. Погуляли по болоту. Так, осторожно. Ручезек. Оу. Эмоции, ощущения. Что скажете? Знаем. Чуть не утонули. Отлично. И даже не видно теперь нашей тропы. Ну, блин, может сверху. Да, намек есть. Вон те деревья в центре стоят. До них уже, то есть. Ну, до них. Ну, да, ребят, то есть для понимания. Вот эти вот деревья, вот этот островок. До него в данный момент, чтобы дойти, вам нужны длинные палки. И причем не просто вот трухля, которая валяется, а действительно такие крепкие палки, чтобы они держали, не ломались. И резиновые сапоги по колено. Потому что там уже идут островки и кочки, которые сами по себе трухлявые. На каждая вторая наступаешь сразу вниз. Каждая первая наступаешь, ждешь секунду и вниз. Соответственно, не в данной ситуации, но достаточно реально. Данное болото обойти можно, вообще без проблем. А если так подумать, то тут и лесополоса не так далеко. Ну да. И скорее всего, если вот там вот из леса выйти, там, наверное, вот эта вот опушка. Да туда, может, из леса не надо выходить. Он близко. Нет, ну я имею в виду вот так вот, если ты по косе обходишь, да, вот на эту опушку выходишь. И там видишь сразу тоже ростки. Но скорее всего, там вот тоже будет болото. Ну вот такое же. Вот. Вряд ли тут будет какой-нибудь мостик. Вернулись на развилку, чтобы теперь уже все-таки посетить лес. Так как мы в лесу. Вон туда идти будем. Самая главная задача найти, типа, речку, ручеек, стоящую воду. Канаву. Канаву найти. Которую мы видели, которую мы видели несколько лет назад, когда ночью здесь шарахались. Вроде бы она была где-то здесь. Но сейчас посмотрим. В любом случае, болото мы почти что, можно сказать, покорили. Ну, так. Ну, так, чуть-чуть. Болото ступы нужно. Да. Эти. Ракетки для тенниса на ноги. И пошел. Ты их продыряешь. Можешь своим весом. Какие-нибудь дощечки. По две ракетки для тенниса. Вперед-назад. И все. В общем, работаем, не переключаемся, отдыхаем. И я не знаю, почему вы до сих пор это смотрите. Но если вы смотрите, вы красавчики. Вот так. Хоть мы стали и старше, но мозги нас не подводят. Мы шли в правильном направлении. И нашли ту реку, о которой я вам говорил. Канава, как сказал вот этот молодой человек. Который сегодня царь горы, видимо. И вот такой импровизационный мостик. В этой части леса я вообще не помню, чтобы мы были. Это не значит, что вау, вселенная перевернулась. Но сам факт. За столько лет. В первый раз. Телескоп. Он смотрит на древесные звезды. Какая-то поляна. Вот почему вы думаете, здесь деревья не растут? Роняет. Ребяточки. Арсений. Дров натаскали, порубили. Сейчас немножечко отдохнем. Сделаем еще один костерчик. Потом мангал, угли, мясо, ночь. Зашибись. И красивые красные листочки у этого странного растения. Красота. Кстати, сейчас стало тепло. Видите? Ветер вообще ушел. Тишь да гладь. Ну и еще просто по лесу набегались. Аминь. Огонь! Плыхни. Нет? Ну не все работает с первого раза. Но сейчас он плыхнет. Ждем. Мы умеем ждать. Огонь! Не успламеняется что-то. Да сейчас успламенится. Короче, это наш будет сегодня ночной вечерний костер. Который позволит нам быстро сделать угли, мясо и даст нам тепло. Потому что это ОГООНЬ! Время 7 часов 5 минут. У нас заканчивается готовка мяса. У нас уже готова картошка. Есть основной костер. Есть мангал с углями. Скоро будем приступать к пиршеству во имя леса и природы. Как видите, выжить в лесу, даже в не особо теплую погоду, изи вообще, изи! Пока не легли спать. Пока не легли спать, да. Ну посмотрим, как будет утром. В любом случае, работаем, ребят. Покажи, кстати, мясо почти уже. Оп! С этой стороны уже готово. Все, еще чуть-чуть и будем есть. Оливидерчи, до следующего включения. Время 20.45. Вот так вам меня будет видно. А мне ни хера не видно. Заходим в чащу леса. Для чего вы думали? Для стройматериалов, чтобы построить уже построенный вигвам. Вы думаете, почему темно так? Потому что лес и время почти 9. И это не всего лишь 9, а уже 9. В лесу это так работает. Здесь нет светов проезжающих машин. Света. О, паутина света, небоскребов или, блин, я не знаю, просто квартир. Это, блядь, лес. А вот так вот он выглядит. Иначе нет, здесь все в паутине. Я даже, кстати, не вижу здесь это стройматериал, который можно взять. Сейчас скоро мы просто... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас скоро мы так в болото провалимся. Надо уходить левее. Да. Пролазим. Паутинок не вижу. Да. Погоди, или это капает что-то? Ну что-то капает, так точно. В дождь пошел? В дождь. Ну это, конечно, не знаю, что-то будет. Ну дождь идет. Нет, рухля. Вот. Вот эту палку, я думаю, надо взять. Стоячую? Как это дерево. Нет, не стоячая. Нет, вот эта лежачая. Погоди. Маленькая для хостра. Вот это вот. Это для беглама. Можно, кстати, да. Мы нашли то, зачем шли. Одна палка для беглама. Одна палка... Потому что это больше дерева. Одно дерево для строения. Второе дерево для костра. Вот эта вот наклонившаяся, нет? Их тут два наклонившихся даже. Можно проверить. И как всегда, ребят, работаем. Итак, добрались мы обратно до лагеря. И вот у нас веглам. Смотри, короче, в чем прикол. Вот веглам и надо ставить. Вот здесь типа вход. Да, понятно. Вот это центр. Погоди. Центр всего. Как темные башни. Так, подержи. Давай. Я сбоку тебя поставлю. Ну, смотри в сторону. Сейчас. Видишь, у них где-либо. Попробуй отнуть ее в почву. Нет, его лучше вот так вот. Ну, смотри. Все, стоит. Другие пойдут. Арсений, что происходит? Рок-н-ролл, мертв. Все. Ну, а мы еще нет. Ну, мы нет. Мы скажем привет. Мы скажем привет следующему дню. Этот день подходит к концу. Спасибо тем, кто смотрел. Мы еще не закончили. Как и вы тоже этот просмотр. Но мы направляемся ко сну. Все съедено, все выпито, все сожено. И вот такая темнота окружает нас. И как всегда, ребят, работаем. Это утро. Это наш лагерь. А это Арсений. А там бегу вам. Вот он. Белый или черный? Это время покажет. Наверное. А это опухший я. Здрасте. Ночь пережили нормально. Чуть-чуть морозило, но вроде все живы-здоровы. Вроде как даже не замерзли. Сейчас будем завтракать. Кофе. Фасолька. Постепенно сворачиваться. И возвращаться в цивилизацию, в город. Спасибо, что смотрели. И как всегда, работаем, ребят. Работаем, работаем. Все. Собрались. Все собрали. Все сделали. Достроен вигвам. Сейчас тушим костер. Собираем рюкзаки на свои плечи. И выдвигаемся в город. Финальный штрих. Давай, Арсений. Я думаю, одним котелком не обойдемся. Самое главное, что весь мусор, который горит, он сжегся. Там еще земля горячая, поэтому... Наверное, еще сколько-то три надо будет. Котелка. Мы календарь перевернули. И сейчас 3 октября. Завершающие шаги. И увидимся в городе. Ну как? Вы-то уже в городе, скорее всего, это смотрите. Вот, высохло, тоже уже говорил, да? Да. Скажем озеру до свидания, до следующего года. Увидимся в озере. Было приятно. Как и всегда. И все-таки хорошо, что мы живем в стране, в которой есть такие виды. А как озеро? Пока, ребят.